6 тысяч километров, два десятка городов и 22 дня. Участники автопробега «Автопатриоты» бросили себе вызов проехать практически через всю страну из Красноярска в Крым. Маршрут составляли таким образом, чтобы посетить города трудовой и боевой славы. Миновав первые полторы тысячи километров, автолюбители приехали в Омск. Виктория Мога сопровождала гостей в экскурсиях по городу. Телеведущий, крановщик, строитель, бизнесмен. 17 красноярцев объединились в гонке за авантюрами. Но не только. Оставив домашний комфорт и отдавшись дорожной романтике, они едут ни приключений ради. Люди диаметрально противоположные в том плане, что они с разных сфер деятельности. Мы все одинаковые в глубине души. То есть мы – патриоты. Свой пробег патриоты посвятили юбилею Победы. Маршрут составили так, чтобы познакомиться с историей городов, которые связаны с Великой Отечественной. Умск – точка на карте совершенно особенная. Сюда из европейской части СССР в годы войны были эвакуированы крупные промышленные предприятия. В кратчайшие сроки были построены цеха и начат выпуск продукции. Все для фронта, все для Победы. В этом году Умску было присвоено звание города трудовой славы. Мы когда составляли маршрут, мы специально остановились именно в Умске на сотки. То есть если в Новосибирске мы были просто проездом и по сути только ночевали, то мы знаем, что Умск внес большой вклад в Великую Победу. Мы знаем, что это была кузница Победы. Мы знаем, что здесь были сосредоточены практически все заводы. Умск по-прежнему остается крупным военно-промышленным центром. Одно из ключевых оборонных предприятий – производственное объединение радиозавод имени Попова. Участники пробега получили возможность познакомиться с его работой и сотрудниками. А компания «МКР-Медиа» выступила информационным партнером акции. Поддержка этого проекта – это уникальная возможность доказать, что Россия по-прежнему сильная держава, что с ней нужно считаться, что мы крепки не только нашим оружием, мы крепки не только нашим духом, мы крепки дружбой. Журналисты провели для участников проекта экскурсию по телекомпании, где каждый на время мог побыть в роли радио или телеведущих. Я 13 лет работал на радио и 13 лет на телевидении, но для меня не ново. Хотя мне очень приятно и поразил размах, с каким вы подходите к работе, и ваша студия потрясающая. Следующий пункт в маршруте сибиряков – Курган. Затем будут Челябинск, Саратов, Волгоград, Севастополь. До 6 сентября продлится путешествие красноярцев по стране 70-летнего мира. Виктория Мога и Александр Ребуха. Новости РНТВ Омск.